Добрый день, уважаемые дамы и господа. Зовут меня Георгий Гришин. Давненько мы с вами не общались. Давайте опять начнем. Рассказываю я вам чаще всего о чем? Об истории Испании, Испании, Денни, Валенсии, Валенсианы. Сегодня у нас очень интересная тема. Смотрите, как она называется. Два посла в России и Британии. Две светских львицы, две каэтаны. Что же между ними общего? А общего между ними соединение истории России и Испании аж 300 лет назад, в начале 18 века, в эпоху переломную и для Испании, и для России. Для начала давайте познакомимся еще раз. Зовут меня Георгий Гришин. Вместе с моей женой любимой Катериной Гришиной мы занимаемся страхованием. В страховании самолетов, пароходов, заводов. Работаю я 37 лет. Жил в Лондоне, до этого конечно в Москве, потом в Киеве, потом в Денни. Сейчас живем мы в Валенсии. Помимо того, что мы занимаемся страхованием, вот наша веселая компания в городе Лондоне. С Самсоном из Барри я работаю уже, страшно сказать, 26 лет. С Леном Бандерпутом где-то приблизительно 22 года. Помимо страхования мы занимаемся образованием наших людей, наших партнеров. Читаем лекции, делаем семинары бесплатные уже 25 лет. И вот я делал, делал семинары и потом устал всем объяснять одно и то же и стал писать книжки. Написал три громадные книги по страхованию, в общей сложности две с половиной тысячи страниц, потом брошюры какие-то, а потом переключился на историю, то что я тоже очень люблю. Путешествия, история, география. Дело в том, что я побывал во всех странах Европы, во всех странах бывшего Советского Союза и так далее. Немножко теперь перейдем на тему нашего сегодняшнего общения. Богатейший дворец в центре Мадрида. Одна из самых разнообразных, наверное, самых дорогих коллекций произведения искусства. Что это за местом? Дворец называется Дворец Лирия. Сейчас расскажу, почему он так называется и почему он столь важен для истории всей Испании, а также взаимоотношений Испании и России. Еще, кстати, немного пару слов о себе. Да, забыл несколько. О том, что вот эта лекция является частью моего исследования. Сначала я написал две книги, а что они получились на 500 страниц, которые называются Дэния Дивина, Валенсия Вальоса, Испания Спленделя. Вот на трех уровнях, изучая историю между 230 и 1780 годами. Потом я написал с помощью моей супруги, с помощью моих товарищей книгу «Дивная Дэния». Мы перевели ее аж на три языка. русский, первоначальный вариант, потом английский, испанский и сейчас готовится на немецком языке. Это красивая короткая история Дэнии, Валенсии и Испании. Всего на 40 страниц, но с прекрасными фотографиями. А потом я завел YouTube-канал. Сейчас все заводят YouTube-каналы. Мой отличается тем, что он об истории опять-таки Дэнии, Валенсии и Испании на двух языках. Вы его можете легко найти, в YouTube заходите, печатаете George Grecian History и все это находится. Мы с вами сейчас изучаем историю и ходим по улицам города Мадрида. Что, куда и зачем мы идем? А вот, представьте себе, мы шли вы из музея Прада и у вас остались время, деньги и энергия на то, чтобы посетить еще один богатейший музей города Мадрида. Вообще-то, конечно, в него надо билет заранее покупать. Ну, давайте решим, что мы решили с вами прогуляться и попасть туда. Вот как мы пойдем. Выйдем из Прада, пойдем по самому красивому тенистому бульвару Прада, на площади Сибелес, полюбуемся зданием почты, пройдем мимо массивного банка Испании, повернем на Гран-Виа, красивейшую улицу, магазинную, ресторанную и, главное, театральную. Спустимся под горочку, помашем Сервантесу, Санчо Панса и Дан Кихоту на площади Испании и вот тут подойдем к Паласио де Лирия. Вот так это у нас все будет выглядеть, посмотрите. Прада, Сибелес, банк Испании, Гран-Виа, площадь Каяо, площадь Испании и дворец Лирии. И вот во дворце Лирии, когда мы туда попадем, мы видим вот несколько даже картин вот этой девочки, маленькой блондиночки на очень-очень известных, на самых выдающихся местах в этом дворце. Кто это? Каэтана. Ла Каэтана, я бы ее назвал вторая. Она бы обиделась, если бы услышала вторая. К сожалению, умерла она в 2014 году. Это была самая титулованная особа не только Испании, но и всей Европы. Посмотрите, как это изменялось годами. Очень ей не повезло с пластической операцией. Где-то в середине жизни была такая красавица. К сожалению, внешность ей испортили, но не испортили характер. Посмотрите, как хороша она. Вот она сидит с Камиллой, супругой наследника английского, британского престола. Танцует весело в свои 80 лет. И посмотрите-ка. Периодически она носила русскую тяру. Что за связь? Древнейшей семьи, древнейшей фамилии Испании и России. Для начала, как ее полностью звали? Это далеко не полностью. Имя у нее была длиннейшая, длиннющая. Мария Дель Росарио Каэтана, Фитц Джеймс Чуарт и Силва. 18-я герцогиня Альба. Жила она в 1926-2014 годах. Итак, 18-я Альба. Папа у нее был немало-немного послом Испании в Великобритании. В те самые трудные годы. Сначала Гражданской войны, то есть да, он представлял его интересы Франка, а затем во время Второй мировой войны. Его полный титул был 17-й герцог Альба, 10-й герцог Бервиксский, 10-й герцог Лирия, Хакоба или Джакоб, Фитц Джеймс Стюарт. Видите, какое странное сочетание английского имени Фитц Джеймс Стюарт, английской фамилии вернее, и испанского имени. Посмотрите, здесь вот у нас пример. В 1914 году наш Альба стоит с неким Черчиллем, будущим премьер-министром. Вот здесь Каэтана II приседает перед королевой, вернее делает Никсон перед королевой, Никсон перед королевой Елизаветой II, британской. Хотя на самом деле у Каэтаны было больше титулов, чем у королевы. Кто они? Что это за семья? Чтобы понять, откуда они произошли, мы должны с вами перенестись на 300 лет назад. Эпоху войны за испанское наследство. 1700-1714 год. В результате этой войны произошел крах испанской империи или, скажем так, испанских владений в Европе. Вот их много сколько было, красненьких, до 1700 года, и многие из них были утрачены. До 1700 года Испания дружила с Австрией, а вернее со Священной Римской империей. Вот она тут желтым или желтополосатым нарисована. И не сильно дружила со Францией. Франция, как бы, весь 17-й век набирала обороты. Ришелье, я вспомню, государственник Ришелье, который создал современную Францию. В это время, в 1700 год, Людовик XIV, король солнца. Ему было недостаточно вот этой территории, начало развиваться. В чем проблема была? В Габсбурге. Практически австрийская, немецкая семья, династия, были на испанском престоле 200 лет. С 1516 по 1700. Вот болезненький в центре у нас сверху Карл II. Последний Габсбург на испанском престоле. Умер бездетным. 38 лет прожил. Никто не думал, что он столько протянет. И что получилось? Претендентов основных было двое. В Габсбурге, естественно, из Австрии в Германии. И Бурбоне. Поскольку вот он, король солнца-то, Людовик XIV, был женат на дочери испанского короля. Претендентов было двое. Вот он слева. Габсбургский Карлос. Хотел стать Карлом III испанским. Но в конечном итоге стал Карлом VI императором. Иногда о нем говорится император, который хотел стать королем. Император Священный Римский. Хотел стать королем Испании. Справа два портрета Филиппа V. Бурбона. Первого Бурбона на испанском престоле. Да, в нашем городе Шатево, или Хатево, около Валенсии. Его портрет уже 70 лет висит кверх ногами. Кстати, проправил он дольше всех. 44 года. Так, как это получилось? Он длинное-длинное дерево геонарологическое. Развиваться мы с вами не будем. Но видите, Филипп III в 621 году умерший. От него пошел и Филипп V через Людовика XIV. И от него пошел Карл III, эрцгерцог австрийский. Не стал он Карлом III. Хотел, но не стал. Так что вот эти два направления, эти две ветки, практически троюрные или четвероюрные братья, Филипп V и Карл, не третий, спорили между собой. Не просто спорили. Это была практически мировая война. Война, в которой участвовала вся тогдашняя Европа. Война за испанское наследство. Именно тогда Испания потеряла Гибралтар. Майорку, прошу прощения, Минорку вернула потом. Гибралтар до сих пор британский. Но значительно важнее. Посмотрите, вот таким вот странноватым цветом испанские владения были нарисованы. Да, здесь вот часть Нидерландов. Юг Италии, Сардиния и Сицилия в 1700 году. В 1714 все это было потеряно. Пользу Австрии, бывших друзей, бывших родственников испанских королей. Капсбруков. А теперь-то у нас бурбоны. Да, кстати, Англия превратилась в Великобританию. Вот она, Ингланд. Вот она, Great Britain. Произошло это именно во время той войны. Такая связь? Сейчас мы с вами все узнаем. Война закончилась. Посмотрите. Сидит Филипп V. Да, вот тот вот красавец. Вот он красавец. Уже через несколько лет сидит окруженной семьей. Второй женой Елизаветой Форнезе из Пармы, из Печенции. И многочисленными сыновьями. Трое из них станут королями. Луис I, Фернадо VI и Карлос III. Все это происходит во дворце. Самым любимым у него дворцом у Филиппа V. Нашего. 700-й, 746-й год. Я проправил, прошу прощения. Самый любимый дворец его Ла Гранха де Сан-Ильдефонса. Вы знаете, это в районе Сеговии на северо-запад от Мадрида. И тут мы встречаем опять знакомую фамилию Бервик Иллирия. Здесь Филипп V награждает герцога Бервика. Бервик. Английская или шотландская фамилия. За что его награждать? А было за что. Вот он слева, красавец. Джеймс Фитц Джеймс, англичанин, шотландец по крови, француз, а затем и испанец. Годы жизни 670-734. Погиб на поле боя. Ядро артиллерийское лишило его головы. Так вот, посмотрите. Начало стал он первым герцогом Бервикским в 687 году. Ему было 17 лет. В 36 лет маршалом Франции. Первым герцогом Лирийским Ихерика в 707 год. Первым герцогом Фитц Джеймсом в 710. Да и сын его, Джеймс Францис, он же Хакобо Франциско, Фитц Джеймс Стюарт, был достаточно знаменит. Кавалер ордена Золотого руна, 714 год. Ему всего-навсего 18 лет. Первый посол Испании в России, 727-730. Но пока о папе. Вот сын, второй Бервик. А вот папа. Первый Бервик, первая Лирия, первый Фитц Джеймс. Сами по себе названия. Вы знаете, что оба названия обидные. Почему? Бервик – это городишко между Шотландией и Англией. Стюарты. Сейчас расскажу, кто такие Стюарты. Стюарты были по происхождению династии шотландской, которая затем управляла Шотландией и Англией. Первая династия, объединившая два королевства. Так вот, Бервик очень часто переходил из рук в руки. Практически он был таким странным, скажем, пунктом. И то, что Джеймс Фит Джеймс получил имя герцог Бервикский, что-то дозначило. А потом он стал военачальником. Военачальником на стороне Филиппа V Бурбона. Англичанин на стороне французов. Странно, но понятно. Так вот, именно он победил в битве при Альмансе. Битва при Альмансе была очень важной для Валенсии. Я живу в Валенсии, вот она, за окнами. Валенсия была полунезависимым королевством с 1238 года. В 1707 году, 25 апреля, Валенсия как королевство завершилось. Победил валенсийские, а прежде всего габсбургские войска, командир войск на стороне бурбонов. Джеймс Фитт Джеймс, первый герцог Бервикский. И за это ему дали титул герцога Лирийского. А Лирия это тоже интересное местечко, потому что Лирия была древней столицей Иберов, живших на территории королевства Валенсии. Поэтому вот эти два титула у этого джентльмена, герцог Лирийский и герцог Бервикский, оба были весьма двусмысленны. А потом, через семь лет, Джеймс Фитт Джеймс командовал войсками при взятии Барселоны. И тогда с независимой Каталонией в 1714 году с полунезависимой было покончено. На время, по крайней мере. Поэтому военачальник он был известный. И как только 11 сентября 1714 года войска Бервика Старшего, Бервика Первого взяли в Барселону, Бервик Младший в 18 лет стал рыцарем Золотого Руна. Странно, но факт. Кто они, Бервики? Он был такой король. Джеймс Второй, он же Яков Второй, Стюарт, король Англии. Был выгнан из Англии за свои католические взгляды. Так вот, помимо жены, было у нее несколько любовниц, включая Арабеллу Черчилль. Черчилль, да-да, та самая фамилия Черчилль. Братом ее был Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, военачальник во время войны за испанское наследство, о которой мы с вами говорим. Получилось, что Черчилль, военачальник на стороне англичан и австрийцев, воевал против Бервика, своего, ну, практически внучатого племянника, нет, своего племянника. Потому что у Джеймса Второго был сын официальный, Джеймс Третий, Стюарт, он никогда королем не стал, поэтому Джеймс в кавычках. И оттуда пошло движение якобитов, якобинцев, претендентов по линии Стюартов на британский престол. Так вот, незаконным сыном Джеймса Второго, Якова Второго, и был Джеймс Фит Джеймс. Фитц – это приставка, означающая незаконный. Именно он первый герцог Бервикский, именно он победитель при Аль-Мансе, затем главный командир королевства Валенсии, практически поставивший кресты королевства Валенсии, и победитель при Каталонии. В Каталонии его сыном и был второй Бервик, Хакоба Франциско Фитц Джеймс Тюарт, первый посол Испании в России. Ну а дальним потомком его и была та самая Каэтана, с которой мы начали этот рассказ, Каэтана Фитц Джеймс Тюарт, 18-я герцогиня Альба, 11-я герцогиня Бервикская. Посмотрите немножечко еще на всю эту, ну скажем так, протяженность истории. Джеймс Второй Стюарт, любовница Арабелла Черчилль, сын Бервик, герцог Бервик Первый, герцог Лирийский Первый, победитель, полководец. Второй сын Бервик Второй, Лирия Второй, посол и автор книги, о которой мы будем говорить. Третий Бервик построил дворец, а поскольку Бервик Четвертый, его сын, родился в Лирии, в городе Лирия, этот дворец и был назван Лирийским. Ну, к тому же он был еще и герцогом Лирийским. А потом пошло совсем интересное. Бервик Седьмой, Лирия Седьмой, унаследовал еще один титул, герцог Альба. Альба, о них можно рассказывать часами совершенно отдельно. У Альбы была Каэтана, Каэтана Первая, герцогиня Альба. Ну и сейчас я о ней расскажу. Так вот, она умерла в 40 лет бездетной, и каким-то образом, титул, ну не каким-то образом, а конкретно вполне, титул Альба перешел к Бервикам Лирия, они же Фитц Джеймси Стюарты. И седьмой Бервик Лирия стал Альбой. Наш уже знакомый посол Великобритании в 1940-х годах был десятым Бервиком Лирии или семнадцатым Альбой. И, соответственно, Каэтана Вторая была одиннадцатой Бервик Лирии с английской фамилией Фитц Джеймс Стюарт и восемнадцатой Альба. Вот Каэтана Первая. Вы, конечно же, ее знаете по картинам Гои. Дело в том, что она вдовела в 1796 году и провела безутешное лето на юге в Сан-Лукари де Барамеда с художником Гоя, который вот так ее нарисовал в 795-м. Портрет называется «Белая герцогиня», а вот так 797-м. Вопрос, является ли маха раздетая портретом герцогини, неизвестен. Можете сравнить лица, никто до конца не знает. Считается, что это любовница фаворита короля Гадоя Пипита Тудо. Маха одетая была, между прочим, нарисована на 5 лет позже. Вот посмертный портрет все той же нашей Каэтаны, 13-й герцогини Альба в 1802 году, умершей бездетной, из-за чего титул Альба перешел к Бервикам Клили. А теперь, большая история. Мы же с вами изучили войну за испанское населство в 1700-1714 год. Франция плюс Испания против почти всей остальной Европы. Против Австрии, против Англии, Великобритании, против Голландии и так далее. Здесь потом можете остановить вот эту схемку. Кто был против кого? Войн потом было еще несколько. Война за австрийское наследство, война за польское наследство. Почти в течение всех этих войн Испания хотела отбить те самые свои владения, европейские владения, то есть юг Италии, Сицилию, Сардинию, которые мы помним, перешли к Австрии. А Сардиния в конечном итоге еще к Савою перешла. Так вот, сначала Испания решила ополчиться против Англии, чтобы забрать Гибралтар и подружилась с Австрией только на время. Посмотрите, вот здесь вот написано. Испания с Австрией дружила с 1500-х по 1700-й год, пока были Габсбурги, и потом всего на 4-5 лет, 725-й, 729-й. Все остальное время, после 714-го, Испания играла против Австрии. Испания воевала против Австрии. Поэтому вот небольшое совсем отклонение на союз Испании с Австрией повлиял на то, что наш знакомый, второй Бервик, второй Лирия, поехал в Санкт-Петербург и Москву послом. Потому что это был очень короткий период, 725-й, 729-й год, существование Венского союза, Испания, Австрия, Россия. Россия вошла в этот союз только чтобы получить помощь в борьбе с Турцией, с Атаманской империей. А Испания и Австрия думали использовать Россию в борьбе против Англии. Так что просуществовал вот сам по себе этот союз, Испания, Австрия, Россия, всего 4 года. Но Австрия и Россия остались в союзе надолго, надолго, надолго. Вот еще и еще раз. Что хотела Испания? Хотела Испания отобрать вот эти территории южные, утраченные после войны за испанское наследство. И несмотря на то, что территории были у Австрии, всего на 5 лет, 725-й, 729-й, Испания с Австрией помирились. До этого и после этого воевали. А теперь мы будем рассказывать о нашем уважаемом втором лире, втором Бервике и о том, что он делал в России. Но расскажем об этом попозже. Спасибо большое за внимание. Я вернусь к этой теме. Спасибо.